Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Визель. И сейчас я вам расскажу, как подтянуть вязанное полотно, когда оно достигло пола. Вот мы с вами вяжем длинную-длинную вещь, грузы уже не подвесить, полотно перестает иметь натяжение. И из этого положения, из тяжелого положения, есть очень простой выход. И сейчас я вам его покажу. Для того, чтобы подправить это, можно использовать обычные скрепки. Ну, вот у меня скрепки необычные, они вот такие вот, необычной формы. Но берете обычные любые большие скрепки и заворачиваете наше полотно на нужную длину. Вот, завернули. Берем эту скрепку и с изнанки вставляем полотно и зажимаем. С одной стороны. Можно вот с этой стороны, тоже разницы никакой. Раз, два. Ну, только что, что она раскручивается будет больше. И три. Лучше все-таки с изнанки, когда скрепка не длинная. Вот три зажима, желательно пониже. И наше полотно будет держаться. Если скрепки достаточно узкие, оно будет держать отлично. Единственное, что, конечно, грузики при этом мы не навесим, но полотно уже такое тяжелое, что оно само будет оттягивать нам вязание. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.